Всем большой привет! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. И прежде чем начать этот влог, я хочу вам рассказать про свой любимый формат парфюмерии Aroma Box с сайта Rendezvous. Ссылочка на сайт, конечно же, будет внизу в описании под этим видео, как всегда. Также для вас, дорогие мои подписчики, у меня есть промокод на скидку 10% при заказе от 2500 рублей. Этот промокод суммируется абсолютно со всеми акциями и скидками на сайте. Очень выгодное предложение. С сайтом Rendezvous я знакома уже достаточно давно и даже вам тоже рассказывала уже не раз про него. Это очень хороший проверенный косметический сайт. На нем есть косметика различных брендов, у них есть маркировка честного знака. Доставка всегда быстрая, все посылки надежно упакованы, при транспортировке с вашими товарами абсолютно ничего не случится. Также они всегда кладут какие-то подарочки, у них очень лояльный подход к каждому клиенту. Поэтому этот сайт я действительно могу вам рекомендовать на 100%. На сайте Rendezvous только оригинальная косметическая и парфюмерная продукция. Но самое главное, отличительная особенность сайта это их аромабоксы. Это очень классный формат, сейчас чуть позже вам о нем расскажу, если вы еще не знали. И это еще далеко не все классные фишки сайта Rendezvous. У них есть программа лояльности каждому клиенту. Они дарят бонусы за написание отзывов на товары. У них более низкие цены на парфюмерию по сравнению с различными офлайн магазинами. А еще на сайте Rendezvous вы можете найти какой-то раритетный аромат, который, например, был снят с производства. У них очень быстрая доставка по Москве, курьером. Также они отправляют во все страны СНГ. У них одними из первых появляются различные новинки на сайте. И также есть очень удобная система оплаты через сервис Подели. Я сама им не распользовалась. Очень классный сервис. Вы делите свою сумму на 4 равные части. Это очень удобно. Сейчас в сентябре у них будет несколько акций. Одна из которых будет 9, 10 и 11 сентября. Скидка до 45% на миниатюры. И также 23, 24 и 25 сентября будет скидка до 45% на аромабоксы. Ну а теперь давайте перейдем к самому аромабоксу. И я вам расскажу, что же это такое. Кстати, чуть не забыла показать вам. В этот раз мне в подарочек положили тоже 2 миниатюрки аромата. Что очень приятно. Аромабокс это просто безумно удобный формат, чтобы порадовать себя. Или же это просто отличный, очень классный подарок. Когда вы не знаете, что подарить. Потому что парфюм это очень так индивидуально. Но здесь в аромабоксе собрано 8 миниатюр различных ароматов. И если вы подарите такое человеку, то он обязательно среди этих ароматов найдет тот, который ему по душе. Также таким способом можно порадовать и себя. Если вы, например, не знаете, что вы хотите, какой парфюм. Или вы до конца не определились. Не хотите покупать полную версию и платить слишком много. То можно купить аромабокс. И у вас будет 8 миниатюр разных ароматов. И каждый день вы сможете наслаждаться разными. Для меня аромабокс это мой вообще любимый формат парфюма. Миниатюрки также удобно брать с собой. Они помещаются абсолютно в любую дамскую сумочку. Хватает такого наборчика на достаточно продолжительное время. И каждый раз на себя можно наносить новый аромат. Не покупая большую версию за много денежек. Это очень здорово. Или же, например, таким способом можно попробовать какой-то очень изысканный дорогой аромат. Который отдельно в тюбике стоит дорого. А здесь будет представлен, например, какая-то нишевая парфюмерия или что-нибудь такое. В этот раз я взяла себе наборчик номер 66. Который называется комплементарные ароматы для нее. Также, к слову, там такие же аромабоксы есть и для мужчин тоже. Так что свою вторую половинку вы тоже сможете порадовать. Ну или какого-то друга или родственника. В этом аромабоксе собраны очень классные ароматы. Которые действительно комплементарные. Которые нравятся многим людям. Делают комплименты, когда слышат этот аромат. Из этих ароматов мне очень нравится аромат Lost Cherry. От Tom Ford. Очень классный аромат. У моей мамы есть полная версия этого парфюма. Я, когда прихожу к гостю, всегда им пользуюсь. Теперь у меня есть вот такая миниатюрка. С остальными ароматами я, честно говоря, не очень сильно знакома. Единственное, я только знаю аромат от Killian Good Girl. Он у меня уже когда-то был. Тоже в версии аромабокса в миниатюре. И мне он тоже нравится. Я, если честно, не очень сильная привереда в ароматах. Поэтому мне все нравятся. Я буду с огромным удовольствием всеми ими пользоваться. Надеюсь, что вам была эта информация полезна. И вы, может быть, что-то для себя приобретете на этом сайте. Я действительно вам очень сильно советую. Ну, а теперь я приглашаю вас к просмотру моего влога. Этот влог будет из моего отпуска, который был у меня еще в августе. Я ездила в Лазаревское. Мне нравится там отдыхать. Нравится это место. Ничего плохого про него сказать не могу. К слову, в прошлом году я тоже отдыхала в Лазаревском. Только в другом гостевом доме. Но, к сожалению, в прошлом году у меня так и не дошли руки, чтобы выложить влог. Хотя я снимала, и он остался у меня на ноутбуке. Эти отснятые материалы. Но они так и не появились, к сожалению, на моем канале. Из прошлого отпуска влога не было. Но в этом году я все-таки решила. Да, немножко с запозданием. Потому что в связи с различными событиями. Думаю, вы знаете, о каких событиях идет речь. Немножко не было настроения. Но все-таки я решила взять себя в руки и выложить этот влог. Потому что я решила, что раз с прошлого года не было, то хотя бы с этого года нужно обязательно выложить. И вообще, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому приятного вам просмотра. Сейчас ждем свой поезд и скоро поедем. Мы едем в купе. В купе, конечно, гораздо удобнее, чем в плацгарте. Давайте я вам покажу немножко поезд. Поезд, честно говоря, старый. Он идет с Калининграда до Адлера. Конечно же, мне больше нравится именно в купе ездить, чем в плацгарте. Поэтому я стараюсь всегда на поезде покупать купе. Вот такие здесь достаточно узкие проходы. Но в самом купе, в принципе, достаточно места. Нормально. Остановка. Целых сорок минут. Я вышла подышать свежим воздухом. Вид, уже, конечно, такой потрепанный. Плакарте. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Там бассейн видно, но потом, может быть, покажу получше. Мы пока только приехали. В общем, мы только приехали. Сейчас время практически 5 часов утра. Где-то 4.50. Такой номер. Балкончик. А это вид с другой стороны. Тут шкаф. Купай такой небольшой вход. И здесь ванна с туалетом. Вот такой здесь душ, раковина, туалет. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас вам покажу вид с нашего номера. Вот бассейн видно. Такой хороший балкончик. Здесь стульчики, столик. Здесь есть чайник, стаканчики, маленький холодильник. Тоже есть телевизор. Здесь было еще мыло. Освежитель воздуха, туалетная бумага и фен. Из новых купальников у меня появилось два вот таких. И оба они от Glory Jeans. Тоже купила их на распродаже. Вот такой ярко-салатовый, с завязками вокруг талии завязывается. И вот такой розовый с очень интересной текстурой. Он такой, как бра. Мы сейчас спускаемся на завтрак. Тут у нас на территории вот такой бассейн есть, где можно тоже отдохнуть. Это ресепшн. Тут есть прачка. Еще довольно раннее утро. Вот здесь столики, где можно позавтракать. Также здесь тоже. Завтрак входит в стоимость номера, бассейн. Его сейчас чистят. Ну, довольно-таки неплохая территория отеля, в принципе. Вот такой завтрак принесли. Каша, блинчики и какой-то бутерброд. Кофе, чай на выбор. Вот такие здесь кресла. К нам еще дали вот такую коляску, потому что дочке, несмотря на то, что ей 4 года, она сама вообще ходить не хочет. Но, кстати, очень удобно на пляж. Ну что, мы пришли уже на пляж. Мы, конечно же, будем находиться под вот этими лежаками. Один лежак, вернее, один шезон стоит 500 рублей. Мы под ними будем сидеть. И мы пришли на пляж Чайка. Это более спокойный пляж, чем центральный. Поэтому мы сюда. Пляж Чайка. Мы купили себе вот такие резиновые тапки, чтобы спокойно ходить в них по гальке. Махита вот такая на пляже стоит 200 рублей. Сейчас мы идем на обед. Пришли только что с морем. Другой обед. И пальцы у меня с ней. Сейчас мы выходим на вечернюю прогулку. Я уже обгорела. Погодка, кстати, достаточно комфортная. Не сильно жарко. Даже есть такой ветерок, который немножко обдувает. Купила себе вот такой браслет. Он, конечно, немножко по-детски смотрится, но мне очень понравилось. Так миленько. Из бисера такие цветочки. Купила. Здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы повернулись в наш гостевой дом. Вот такой вид у нас вечером с нашего балкончика. Мне, кстати, интересно, это жилой дом, какой-то комплекс или это тоже какие-то типа гостиницы, номера, я не знаю. Выглядит как жилой дом. С другой стороны небольшая гора, на которой тоже дома. Мы проснулись, а погодка сегодня не очень, потому что дождик. Но ничего страшного, в принципе, я еще вчера об этом знала, так как в прогнозе посмотрели. Но ничего страшного, здесь есть чем заняться в Лазаревском. Есть куда поехать. Кстати, влог уже начался, я, по-моему, так и не сказала, куда мы приехали. Мы приехали в Лазаревское. Это, скажем так, поселок считается, пригород Сочи, насколько я знаю. Я здесь уже второй раз. В прошлом году я была здесь первый раз, и мне понравилось. И поэтому в этом году мой выбор тоже пал именно на это место. Мне нравится здесь тем, что здесь более-менее нормальное чистое море. И что здесь достаточно много развлечений, как для взрослых, так и для детей. Полностью без макияжа, без косметики. И сейчас мы пойдем на завтрак. Я буду вот в таком легком летнем платье. Потом, когда мы вернемся уже завтрак, я буду собираться, и мы куда-нибудь поедем. Возможно, в океанариум сегодня, так как погода дождливая на целый день. Кстати, как я и сказала, в Лазаревском я уже второй раз. Первый я была в прошлом году. И кто подписан на мой инстаграм, вы наверняка это уже видели. Потому что я выкладывала достаточно много сториз с того отпуска, с той поездки. И снимала, конечно же, много видео. Вот потом по приезду я хотела все это соединить в отпускной влог и выложить на свой канал. Но я этого так и не сделала. Представляете, прошел уже практически год. Правда, в этом году мы поехали в конце июля. А в прошлом году мы были в августе. В общем, я так и не выложила свой отпуск, свой влог из отпуска с прошлого года. И так он и не попал на мой канал. Хотя эти видео до сих пор остались у меня на ноутбуке. Но я думаю, уже нет смысла выкладывать. Я лучше выложу этот новый. Кстати, с этой стороны я вам не показывала. Здесь тоже такой коридорчик. Идут номера. А наш прямо вот здесь, около лестницы. Тут у нас 10. Там еще есть 4 этаж. Мы на 3 этаже. И я спускаюсь на завтрак. Я в таких шлепках резиновых, поэтому они хлюпают немножко. Вот здесь есть колясочки, которые могут дать, если у вас маленький ребенок. Сегодня на завтрак рисовая каша и сырники с бананом. Переменчивая южная погодка. Вот уже и солнышко. И тучки начинают раздвигаться. Так, мы приехали в Океанариум. Такой здесь торговый центр большой. Океанариум называется Тропическая Амазонка. Так, мы уже пришли в Океанариум. У нас такие митрыбки красивые. Ну, Океанариум меня не сильно впечатляет, потому что Воронежский Океанариум тоже очень классный. И в нем я уже была два раза. Поэтому впечатления в Океанариум как бы нет. Кораллы очень красивые. Океанариум. Они живые. Так. 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 Третьи. Так. 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 Продолжение следует... Тут какая-то желтая змея, а мы взяли корм вот в этом аппарате и сейчас хотим покормить вот этих рыбок. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok кстати мне понравилась вот такая плетеная сумка мне кажется очень прикольно смотрится но единственное что если смысл ее покупать потому что в городе навряд ли я буду вносить потом когда приеду а выкидывать просто так 2000 как-то не очень хочется вот так она выглядит 2 200 стоит но плохо то что она внутри только на кнопочку закрывается замочку нет а так симпатичные очень торговом центре в одном из магазинов купили вот такую милую сумочку для дочки смотрите она плетеная написано хэдмейт то есть ручная работа плетеная сумочка из соломы с таким милым розовым бантиком как же она что-то хотел сказать букетик собрала из магнолии по моему это листы магнолии сумочка очень мило смотрится стоило всего 500 рублей и ее можно потом тоже носить классные такие летние образы с ней сделать для ребенка честно говоря бы сама такую сумку надела тоже если бы она еще была чуть побольше было бы вообще здорово очень миленькая но да я тоже стараюсь сохранять свое питание вот такой салатик взяла и лосось булочкой для тех кто будет лазареском хочу посоветовать вот эту столовую которая называется окрошка очень даже хорошая столовая есть большой выбор еды и цены достаточно приемлемые и так я уже в номере хочу вам показать что я купила вот в этом магазине который мне очень понравился также мне дали журнальчики посмотреть ознакомиться что здесь есть в этой продукции может быть еще что-нибудь захочется приобрести вот такой еще журнальчик визитку взяла на всякий случай вдруг понадобится и так в общем я взяла себе вот такое кокосовое масло для волос укрепление и сияние написано что с маслом золотой органы тоже масло идет стеклянном футлярчики далее взяла себе гиалуроновый гидролат с лавандой такой как спрей написано что молаживает снижает воспаление успокаивает сейчас покажу вот такой небольшой здесь флакончик как спрей кстати удобно брать с собой вот и также еще взяла сыворотку для лица омоложение тонус не посоветовал продавец из этого магазина она сказала что это сыворотка очень легкая и эффективная обычно сыворотки они бывают такие жирненькие как масло я такое не люблю поэтому когда она сказала то что это легкая я решила ее взять и попробовать ее можно использовать и утром и вечером такой здесь тоже стеклянный флакончик в общем попробуем думаю то что мне должна понравиться эта продукция мы вышли немножко прогуляться и заодно я сейчас хочу пойти в пункт выдачи в.б.м. здесь кстати такой приятный скверик и есть детская площадка ну что я нашла то что мне нужно в.б. даже в лазаревском в общем в итоге кофточка которая предназначалась для дочки она абсолютно ей не подошла и плюс она пришла какая-то грязная в каком-то непонятном виде поэтому сейчас мы пойдем ей что-нибудь искать кофту ну а я которая заказывала себе мне это кофточка подошла и я ее забрала потом номере вам покажу мне еще волосы влажные мокрые кстати я сегодня в маечке вот такое от бифрим и шорта уже сегодня кстати прогулка не очень-то в итоге мы вообще короче попали под дождь я вот такая вот сильно мокрая потому что там были лужи просто практически по колено но не по колено но выше щиколотки сантиметров на 20 на 30 точно ну кое-как добежали с ребенком на руках с коляской сумками и так далее вы понимали весь масштаб бедствия давайте я вам покажу вот такой здесь дождь смотрите какие лужи это кстати еще не самая большая мы вот там были за пешеходным переходом оттуда шли вот с той улицы за за деревом и там реально были лужи по щиколотку молния гром в общем такая погодка мне интересно что же завтра будет и какая быть погода на море не имею ввиду я сейчас заходил в магазин около дома взяла креветочки холодного копчения на шпажке и ставритку тоже рыбку тоже холодного копчения красота на балкончике можно так посидеть покушать сегодня сосиска омлет хлопья с молоком ну и кофе с молоком если просто сделала на завтрак пришли на завтрак мы сейчас идем снова на пляж с коляской на пляж мы ходим чайка называется мне нравится больше чем центральный там еще какой-то он потому что более такой спокойный там хорошие лежаки навес в общем мне там нравится и также еще конечно хорошие пляж сабланка но нам до него нужно ехать поэтому идем пока так пешочком сегодня снова обедаем в окрошке и у меня вот такой обед котлетка рубленая куриная брокколи и салатик овощной ну что сегодня вообще классная погода вечером не так сильно жарко я сейчас собираюсь пойти в санлайт потому что я заказала здесь себе одном кольцо которое мне очень понравилось и решила почему бы его не заказать прямо сюда пока я здесь нахожусь очень быстро его доставили и сейчас пойду искать магазин санлайт здесь он находится на улице папула но надеюсь что найду так сказать навигатор мне в помощь вот такой мне сегодня образ я кстати с собой не брала никакую маленькую сумку поэтому купила здесь вот такую всего лишь за 600 рублей она в таком спортивном стиле но мне понравился цвет нейтральный бежевый она маленькая симпатичная для прогулок подходит отлично ключи карточку от отеля положить сюда деньги какую-то кушевку из косметики в общем достаточно удобно сейчас мы идем снова гулять конечно же вечером как всегда ну и заодно санлайт тоже пойду кстати здесь еще удобно то что рядом прямо с отелем покажу есть продуктовый магазин вообще здесь очень удобное расположение здесь рядом тормахов или тормахов как правильно сквер вот может даже детишками тут погулять потому что здесь есть детская площадка есть такой магазинчик язвенных вещей много всего симпатичного мне кстати вот такая копточка понравилась честно сетка тоже в моде мы идем по улице победы мне здесь очень нравится тут такие разные симпатичные деревья экзотические или как сказать даже не знаю здесь кстати рынок есть кому нужно можно всякие черчхелы и тому подобное покупать пальмочки вот эти высокие красивые деревья очень уютненькие кафешки здесь есть деревья очень классные вот эти и высокие в общем я в итоге нашла то что я искала вот он санлайт и я сейчас пойду забирать свой заказ который я сделала я в итоге забрала свой заказ колечко сейчас вам покажу какое оно мне очень понравилось единственный момент я не угадала с размером но мне повезло и другой размер оказался в наличии я его померила и он не подошел поэтому в общем я его забрала на тот заказ мы сделали отмену и я сразу же купила новое размер семнадцатый вот такое колечко она очень красивая невероятно блестит такое достаточно массивное мне понравилось смотрится очень хотела такое именно кольцо это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы идем тут снова с покупками. Я купила ту кофточку, я все-таки серую покажу вам попозже. И еще зашли в кафешку, взяли юля-кебаб, соус, лучок и баклажаны на гриле. То есть сегодня новый день, я вообще полностью без макияжа сейчас. И мы идем на завтрак. У меня тут еще случилась беда, вот такая. Отвалился ноготь, сломался. Теперь даже не знаю, что делать. Ходить так до конца отпуска, потому что потом, в принципе, практически сразу мне идти на маникюр. Или найти и здесь, в какой-то салон и сходить. Ну не знаю, сделают ли мне один ноготь. Все ужасно выглядит, конечно. Погодка сегодня классная, солнечная. Еще утро, пока жары нет. Здесь вот такой бар. И нужно самому подходить, брать стаканчик, чай, кофе, сахар есть, молоко. И также вот кипяточек здесь. Ой, сегодня каша. Булочка большая и блины. Что, какую хочу? Давай розовенькую. Я ее хотела. Ну тогда бери фиолетовую. Ой, то есть тогда я беру фиолетовую. Есть очень много водных развлечений и бананы, и квадроциклы, или гидроциклы, как они правильно называются, и катамараны. И все что угодно, и в парашюте можно полетать. Вот сейчас люди садятся, будут кататься на банане. Я, наверное, тоже сегодня покатаюсь на банане. Только не от этих ребят, которые здесь, а я хочу там вот подальше. Вот видите, где такие паровщики, там тоже у них немножко поэкстремальнее, здесь более спокойно. Кстати, на банане можно кататься даже где-то, может, трех лет. Вот сейчас банан отправляется, и я думаю, не знаю, с дочкой покататься или одной. Смотрите. Когда мы поехали. Еще, кстати, есть и такая штука, какой-то дракон, не знаю, кто это. Он очень классно взлетает над морем, мне нравится он. Он, по-моему, стоит 2,5 тысячи с человека. Я думала, тоже на нем покататься, но пока что-то, что-то, не знаю, немножко страшно. Ну, на банане точно буду кататься, и на таблетке тоже. Пойдем сюда, Игорь. В общем, я сейчас подошла, оплатила за банан. Банан стоит 600 рублей. Дали вот такой браслетик. В общем, жду, пока вызовут, и пойду кататься на банане. Заезда! Сейчас буду кататься на банане. Вот на этом. Бесец. Игорь! Игорь! Ирина, а кто и тут? Игорь! Ребята, вы готовы ехать? Вас не слышно? Тогда погнали! Сейчас вам покажу кофточку, которую я купила. Ну вот, в принципе, видели ее на манекене. Такая сетка. Вот так она выглядит. Кофта на самом деле достаточно прикольная. Здесь как будто бы такая она драная, рваная. Вязка очень мягкая, приятная. Она сделана из хлопка. Очень классно носить под какие-то топы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова